Как владеют стереотипы? Как им не поддаваться? И как отличить, где полезный опыт, а где мешающие стереотипы? Очень хороший вопрос, шикарный вопрос. Вот этот вопрос очень актуален для такой ригидной психики, для консервативной, законсервированной такой структуре жесткой. Вот человек сделал какой-то вывод для себя, и уже ему очень тяжело перестроиться и очень тяжело измениться. Например, он выбирает одну и ту же работу, один и тот же маршрут, делает он для того все это, чтобы ничего в его жизни не изменилось. Эти люди говорят очень часто, а что там? Вот то, что здесь, я знаю наверняка. Да, пусть мне плохо, но вдруг там, если я поступлю по-другому, будет еще хуже? Или вдруг там будет настолько хорошо, я буду настолько счастливым, что сойду с ума от этого счастья? Я не смогу ему вынести, не смогу вынести это счастье или не смогу вынести это горе. Так-то я наверняка знаю, что я вот в болотце, у меня все очень привычно, и вот эта структура такая ригидная, такая вязкая, очень малоизмененная такая, вот такой формат, очень жесткий. Человек выбирает, дабы сохранить то, что есть. Однако, все это мешает ему развиваться, жить с любимым человеком, работать на любимой работе, достигать каких-то хороших, интересных, высоких целей, каких-то таких интересных поездок по миру, покупать какие-то интересные вещи себе. Его это очень жизнь ограничивает. Человек, получается, не достигает того, чего бы мог достичь, потому что имеет вот такой набор стереотипов. И вот такой вопрос, а как же разграничить, где мой полезный опыт, а где я уже мыслю каким-то деструктивным, каким-то искаженным форматом, каким-то мешающим, да, стереотипным таким. Как мне увидеть вот эту грань? Очень просто. Сделать некий следственный анализ. Куда меня это привело? К чему? К примеру, к одиночеству. Ага, значит, я в итоге расстался со своим любимым человеком. В итоге я потерял свою работу, допустим, да. В итоге я не получил того, чего бы мог получить. Я бы мог работать в интересной ферме. Я бы мог жить с этим человеком. Я бы мог, я бы мог. А в итоге я не смог. Вот в такой неудовлетворенности. Получается, что те предыдущие мои выводы, те стереотипы, это действительно деструктивные стереотипы. Это иррациональные установки, иррациональные убеждения. В них нет той конструктивной логики. Она разрушающая, эта идея. И что мне нужно сделать для того, чтобы получить уже другой результат? Сделать некое следствие, да, такую цепочку, цепочку последствий. Что было, что из этого вышло. Посмотреть, проследить вот это. И сделать некий новый выбор. И принять вот эту, я вот люблю вообще эту идею смерти. И принять любой результат. Что он может быть любым. Но новым. Однако новым. Принять то, что это может быть поражение. Очень часто вот это, это как бы человек, риск это благородное дело. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вот это как раз про риск. Ригидные люди не готовы рисковать. Ну и получить то, чего они хотят, они не могут. Так вот, речь идет о этом риске. Рискни. Да, рискни умереть. Рискни. Вот это вот очень глубокая философская идея. Сделай это. И очень часто это могут сделать невротики, кстати говоря. Вот такие консервативные какие-то вот такие мужичонки. Или люди, да, такие вот, которые не страдают неврозом. Их это в принципе устраивает. Они очень любят говорить такую фразу. Да мне много не надо. Вот это вот моя работенка. Вот это вот езжу я там всю жизнь на трамвайчике. Все мне устраивает. Ног мне не надо. Зарплатка у меня такая вот. Три копейки. А, мне хватает. Вот они очень любят. Или вот они, вот он ездит в эту одну только там Турцию. Или вот он ездит и ездит и ездит. Причем совершенно не меняя свой маршрут. По 20 лет подряд отдыхает в Турции. Такая консерватизм такой. Хотя много же стран разных существует. Но нет, вот у него, не дай бог, что случится. Вдруг там, мало ли что, самолет упадет. Так вот. Вот подходя к этому. А невротики, они настолько страдают от своей ригидности, от своего консерватизма. Истерички особенно, да. Истерики очень страдают вот этой ригидностью, ригидностью мышления. Что, ну, невыносима уже такая жизнь. Невыносима. И как раз у невротика есть шанс сделать вот этот прорыв. Да, пусть лучше уже любой уже результат, но только не вот это мучительное болото. Поэтому я призываю именно вот к такому причинно-следственному вот такому анализу. Прописать буквально, что я имел, путем чего. И что я хочу, и что мне нужно для этого изменить. Принять этот риск. Принять эту конечность, что да, все может быть. Все. Принять вот это одиночество. Я могу остаться один. Да, я могу остаться один. Принять эту смерть. Переходим к следующему вопросу.